Видео подготовлено для канала уроки ТВ математика 4 класс, автор Чекин, часть 2, задание 56. Сколько цифр может быть записи неполного частного при делении пятизначного числа на однозначное? Приведи примеры деления столбиком, иллюстрирующие твой ответ. Итак, давайте схематически изобразим пятизначное число. Цифр мы его не знаем, знаем только что их 5. Вот пятизначное число. Мы его делим на однозначное, и нам требуется ответить, а сколько знаков, сколько цифр будет в неполном частном. Деление, конечно, мы начинаем с того, что выбираем первое промежуточное делимое. Если у нас однозначное число – это делитель, то тогда у нас есть два варианта, каким может быть первое промежуточное делимое. Оно может быть или из одной цифры, или из двух цифр. Ну, вот так, одна цифра. И это в том случае, если эта цифра представляет собой число большее, чем делитель. Например, у нас делитель 5, а первая цифра числа 5, или 6, или 7, или 8. Тогда эта цифра и берется в качестве первого промежуточного делимого. Что тогда у нас получается в частном? Вот эта цифра первая, которая у нас первое промежуточное деление, она выражает число… Так, стоит на пятом месте, значит, это будут десятки тысяч. Вот если мы десятки тысяч делим на однозначное число, то и получаем в этом случае десятки тысяч. Итак, десятки тысяч. Значит, первая цифра неполного частного обозначает десятки тысяч. За ней должна стоять цифра, которая обозначает единицы тысяч, Дальше сотни, десятки и единицы. Получается пятизначное, неполное, частное. А если второй вариант у нас, опять мы изобразим пятизначное число, вот пять точек, делим на однозначное. Но если вдруг первая цифра меньше, чем делитель, ну, например, делитель 5, а первая цифра, например, 3, то тогда в качестве первого промежуточного делимого мы должны взять две цифры. И вот теперь вот эти две цифры, они в нашем делимом обозначают число единиц тысяч, значит, и в неполном частном будет получаться первая цифра, которая обозначает единицы тысяч. Значит, за ней будет стоять сотни, десятки и единицы. То есть число получается четырехзначное. Таким образом, два варианта у нас получаются. Если мы делим пятизначное число на однозначное, то может получиться либо пятизначное, неполное, частное, либо четырехзначное, неполное, частное. А теперь нам нужно привести пример. Давайте приведем пример. Ну, например, число 98343. И делим мы это число на 8. 9 больше, чем 8, поэтому это наше первое промежуточное делимое. Делим его. 9 делим на 8. Нужно взять по одному. 1 на 8 – 8. 9 минус 8. Остаток 1 получили. Пересносим следующую цифру. Восьмерочку. 18 делим на 8. По сколько раз нужно взять 8? По 2. 2. 2 умножить на 8 – 16. 6 пишем. А, ну, 16, да, все. Здесь ничего же мы. Ничего особенного. Так, 18 минус 16 – 2. Следующая цифра – 3. Давайте, кстати, немножечко вернемся и все-таки посмотрим, сколько же у нас цифр в неполном частном. Итак, на первом этапе, когда мы получили единичку, девятка, первое промежуточное делимое, обозначает десятки тысяч. Значит, единичка обозначает тоже десятки тысяч. Значит, двойка стоит в разряде тысяч. Дальше идет у нас разряд сотен. Дальше пойдет десятка и единиц. Пять цифр. Теперь возвращаемся к нашему делению. 23 делим на 8. Ну, по 3 много будет, потому что трижды 8 – это 24, больше, чем 23. Поэтому тоже берем по 2. 2 на 8 – 16. 23 минус 16. 3 минус 6. 13 минус 6 – это 7. Вместо двоечки единичка. 1 минус 1 – 0. 7 получили. Следующую цифру сносим. 4. 74 делим на 8. Ну, здесь нужно взять по 9, потому что 9 на 8 – 72. Так. 4 минус 2 – 2. Ну, и последнюю цифру снесли. 3. 23. Ну, здесь нужно взять по 2. 2 на 8 – 16. Уже мы вычитали из 23. Из 23 – 16. Получали 7. Значит, наш остаток 7. Он меньше делителя 8. Значит, все мы сделали правильно. Все цифры делимого рассмотрели. А теперь приведем пример, когда в качестве первого неполного делимого нужно взять две цифры. Ну, например, число 13343 мы разделим на 8. 8 на 8. Так. Ну, вот здесь первая цифра на 8 не делится, а делится 13. Две цифры. 13 на 8. Тоже берем по одному. Но вот эта единичка теперь уже обозначает не десятки тысяч, а единицы тысяч. То есть вот это тысячи, здесь сотни, здесь десятки, и здесь единицы. Дальше у нас пошли. Так, 1 на 8, 8. 13 минус 8, 5. Сносим следующую цифру. 53. Так, ну сколько нужно взять? 7 на 8 – это 56, а вот 6 на 8 – это 48. Значит, по 6 возьмем. 6 и 8 – 48. 53 минус 48. Получаем 3 минус 8. 13 минус 8, 5. Здесь не 5, а 4. 4 минус 4 – 0. Так, остаток 5. Следующую цифру сносим. 54. Ну, тоже не дотягиваем до 7. Значит, 6 тоже берем. 6 и 8 – 48. Так. 14 минус 8 – 6. 6 и последнюю цифру. 63. Ну, 8 на 8 – 64. Это будет много. Значит, нужно взять 7 по 8. 7 и 8 – 56. 63 минус 56. Получаем 13 минус 6 – 7. 5 минус 5 – 0. Остаток 7. 7 меньше 8. Все цифры рассмотрели. Все правильно. Ну, еще давайте запишем ответ все-таки. Потому что основной вопрос у нас был такой. Сколько цифр может быть в записи неполного частного при делении пятизначного числа на однозначное? При делении пятизначного на однозначное может получиться пятизначное. Немножко перенесу вверх. Или четырехзначное число. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...